Я был на вашем мероприятии в БИМ-форуме в году, наверное, в 2016, если я не ошибаюсь, первый раз вы проводили мероприятие. Но меня заинтересовало две вещи. Во-первых, Текла сама по себе, как программный продукт. Во-вторых, экспорт, импорт услуг по проектированию. Потому что мы столкнулись с таким застоем в проектировании, стало и меньше работы, и качество, скажем, заказы стали менее интересными. Ну, надо было что-то делать. И как-то, не знаю, я увидел именно в этом программном продукте потенциал для того, чтобы можно было заниматься экспортом услуг по проектированию. Довольно долго шел, наверное, к тому, чтобы, ну, скажем, минимально оформиться как специалист, чтобы начать полноценно работать, выполнять и модели непосредственно, и чертежи какие-то получать. Ну, и тем более, такая довольно долгая дорога получилась для того, чтобы это экспортировать, то есть работать с зарубежными заказчиками. Но, тем не менее, то есть я абсолютно не жалею, что с чего-то начал, хотя работа была довольно такая кропотливая, трудоемкая, самостоятельная, пользовался ресурсами Тримбл. Благо, есть очень хорошее пособие по той же Теклу. Тем, кто пройдет эту дорогу сейчас, будет проще. Хотя бы потому, что есть варианты базового обучения, то есть то, что у меня заняло, скажем, полгода, у людей займет месяц-полтора месяца вместе с пилотным проектом. Собственно, пилотный проект. Я поступил абсолютно неправильно, и неправильно это заключается в том, что я сделал, то есть абсолютно вот рядовой объект с жесткими сроками, с жестким бюджетом, ну, в программе, которую абсолютно не знал. И пришлось столкнуться с определенными трудностями, это в первую очередь были чертежи, спецификации, то есть вот темплейты. Ну, это несколько проще, когда ты знаешь, как это делается, когда ты сталкиваешься первый раз, конечно, это вызывает некоторый ступор. Что я по себе заметил, то есть BIM не даст мгновенного прироста производительности, но это изменит мировоззрение, то есть это абсолютно другая вообще структура работы, другой подход к работе. И мне кажется, в конечном счете выше качество. И, знаете, в свое время занимался активно расчетами строительных конструкций. Были программные продукты, которые много времени отнимали именно на составление конечной элементной сетки, на моделирование узлов. Потом мы перешли на программный продукт, который имел препроцессор. То есть мы составляли модель здания, сетку генерировали автоматически и какие-то отдельные локальные вещи правили. То есть у нас намного больше времени оставалось на анализ модели физически. С BIM ровно та же самая ситуация. То есть мы автоматизируем рутинные процедуры какие-то. Допустим, клонирование чертежей в сборном железобетоне. Шикарная штука. Это оставляет намного больше времени и сил на то, чтобы лишний раз сесть и подумать, насколько мое решение хорошо. То есть вся соль, она именно в автоматизации рутин. И в том, чтобы выделить ресурсы на какие-то вещи более важные и более пундаментальные. Мне кажется, для состоявшегося конструктора это очень хороший пинок под зад вообще и стимул для роста. Я это вижу так.